В целом надо понять, что мы много раз были и мужчинами, и женщинами уже, каждый человек. Я могу это, я свидетель, я могу это видеть, я чувствую, когда кто был кем. Вот девушка, допустим, на втором ряду, вы два раза подряд женщиной были, да? Поэтому, когда вы родились, в детстве вы вели себя как девочка, маленькая, вы были как девочка, не как мальчик. А есть женщины, которые с детства вели себя как мальчик. Вот, допустим, вот женщина в первом ряду, вы вели себя как мальчик в детстве. Да, всех били, там колотили, потом девочкой стали. Она и сейчас как мальчик, нет? Нет, она просто, у ней природа такая, лидера, поэтому она сильная. Вот. То есть, видите, каждый человек, если, допустим, мужчина в прошлой жизни был женщиной, он ведет себя как девочка в детстве, такой слабенький. Вот я таким был, я, значит, женщиной был в прошлой жизни. Вот. А есть, а женщины чаще всего мужчинами были в прошлой жизни. Понимаете? Так что, ну, как бы, сегодня так, завтра так, надо все изучать, короче. Вот такое. Надо все изучать, но понять, в какое я тело попал, потому что часто люди не понимают, в какое тело попали. Мужчины часто не понимают, что у них в мужском теле, у них мужское достоинство, оно имеет свою природу силы. Мужское достоинство имеет природу силы, сильная позиция. Женское достоинство — это природа счастья и любви. Это тоже сила, только здесь два типа силы. Есть сила счастья и любви, а есть сила мужества и стойкости. Сила счастья и любви — мужество и стойкости. Допустим, если мужчина культивирует силу счастья и любви, он противный. Какой мужчина. Он хочет женскую энергию, он женщиной быть хочет. Противно же, да? Когда мужчина как бы мужество и стойкость культивирует, это его достоинство, это его счастье, тогда он красивым становится. Женщина, когда культивирует мужество и стойкость, она такая, тоже неприятно. Женщина, когда культивирует счастье и любовь, приятно. И нужно просто вот эту схему понять, микросхему понять. Вот как женщина устроена, как она мыслит. Надо понять и следовать этой позиции. Войти в свою роль в этой жизни, войти в себя, понять себя. Потому что слабая позиция тоже не о Лене пойдет. Некоторые женщины думают, а я слабая. Как мужчина слабый, как женщина должны быть сильные. Но если вы как женщина себя не ведете, тогда вы никому не нужны. Нужна сильная женская позиция. Что это значит? Это значит, что надо радоваться жизни женской. Женщина родилась быть счастливой, расслабленной и для любви. Если она как бы расслаблена, счастлива, но ни с кем отношения не строит, у нее нет активной жизни женской. Значит, нужна слабая. Нужна активная женская жизнь, активная. Всех любить, радоваться всем людям. Сегодня мне написали письмо, какой-то чужой человек, я читаю, что за такое, что за письмо. И потом я вспомнил, оказалось, давно-давно, когда я еще был в школе, там, в восьмом классе, я занимался бальными танцами. У меня был друг, лучший друг мой. И у него была партнерша по танцам. Очень хорошая девушка. Она мне написала письмо. Вспомнила меня, начала слушать мои лекции, вспомнила, как бы, нашла мой адрес как-то через моих друзей и написала мне письмо. Я вспомнил все это. Ну, когда это у нее активная позиция, она такая радостная, такая активная. То есть, а если бы она не была такой, она бы и не написала, она бы постеснялась. И, значит, не восстановила бы отношения. Потому что я ей точно бы не написал, у меня нет ее данных, ничего. Понимаете? Женская позиция, активная. Что вызывает вот такая активная женская позиция? Что мужчин вызывает? Мужчина не может справиться с энергией счастья и любви. А это для него энергия, которая его ломает. Он становится зависимым, этот сильный человек, мужественный, волевой. Становится зависимый от энергии счастья и любви. Не от женщины просто он становится зависимым, как некоторые думают. Вот я если понравлюсь кому-то, тогда выйду замуж. Да вы просто не можете никому понравиться. Может понравиться только человек, который наполнен счастье и любовью. И лицо ей не имеет значения здесь. Лицо подстраивается. Если женщина счастливая, она красивой становится. Сразу становится несчастливая, несчастная, некрасивая. Все. Лицо подстраивается. Не надо думать, что лицо как бы разукрасило получше. Это для вас нужно, женщины. Вам, чтобы быть увереннее в себе. Вы смотрите, я думаю, ну вот теперь красивая. И все. И вы как бы себя лучше чувствуете в этом. Но мужчине как бы нужно ваше внутреннее качество. Нужно сломать мужчину как бы. Надо его фактически пробить его психику. Понимаете? Для того, чтобы быть счастливой. Единственная сила у женщины это ее красота, а значит ее любовь. И активная женская жизненная позиция. Не типа пассивная. Женщина пассивная. Нет, женщина тоже активная. Активная, сильная позиция любви, заботы, доброты, смирения. И что с мужчиной происходит в этом случае? Он попадает в зависимость от женщины. Становится слабее. Но при этом как бы она может его подбодрить, и он будет счастлив рядом с ним. Если он стал слабым рядом с ним, она сильную позицию имеет. Он полюбил ее там, с ума сходит. Надо его подбодрить, чтобы он стал еще сильным. И тогда вообще будет классно. Всем нравится, да? И тому, кто поет, и тому, кто слушает. Когда женщина побеждает, все счастливы, правда? Женщина, когда сильная побеждает, все счастливы становятся. Мужчины, женщины все счастливы. Когда человек сильную позицию имеет в жизни, все счастливы.